После того, как пророк Али-Саратул Салам вернулся из прощального хаджа, его болезнь стала усиливаться. Он стал чувствовать влияние того кусочка, который был положен иудейкой, и яд, который он потребил в пищу. Пророк Али-Саратул Салам при своей жизни, до смерти, за пять дней до смерти. И даже перед самым своим концом, перед самой своей смертью, Пророк Али-Саратул Салам предостерегал людей от щирка и приказывал им таухид, единобожие. Пророк Али-Саратул Салам предостерегал людей от того, что сделали иудеи и христиане, то есть от того, чтобы сделать могилу пророков в мечети, местами для поклонения Аллаху. Когда Пророк Али-Саратул Салам болел, люди приходили, посещали его. Пророк Али-Саратул Салам приказал, чтобы намаз проводил для людей в качестве имама, Абу-Бакар, сидит, ради Аллаху. В тот день, который предназначался из жены его для Аиши, ради Аллаху. Пророк Али-Саратул Салам спал возле Аиши, ради Аллаху. Вот тогда вышел его Дух. Потому что он был человеком, и его постигало все то, что постигает людей. Рук Али-Саратул Салам умер. Были люди, которые отошли от веры. Были люди, которые не верили в это. Были люди, которые верили, с одной стороны, находились в двояком положении, верили и не верили. Смерть Пророка Али-Саратул Салам. И вот когда это случилось, пришел Абу-Бакар. И открыл лицо Пророка Али-Саратул Салам. И поцеловал его между глаз. Потом вышел и поднялся на Минбар. И обратился к людям с проповедью. Сказав им, что Мухаммад Салам, Пророк Али-Саратул Салам, потому что человек его постигает, то, что постигает людей. И сказал, что тот, кто поклонялся Аллаху, то Аллах, он живой и не умирает. И он произнес слова Всевышнего Аллаха, Мухаммад не иначе, как посланник, до него были посланники. Сподвижники собрались, доводя довольными Аллах, чтобы пристегнуть преемнику Халифы, который будет после Пророка Али-Саратул Салам. И умма, она единодушно приняла, что Халифам, преемником Пророка Али-Саратул Салам должен быть Абу-Бакар. Потом Умар. Потом Усман. Потом Усман. Потом Али. Радий Аллах, Кто сомневается в праве кого-то из этих четырех на Халифат, на то, чтобы быть Халифом, или считает неправильным порядок, такой человек является заблудшим более, чем осел. После того, как была дана присяга Абу-Бакар, Пророка Али-Саратул Салам похоронили в комнате Айши. Сподвижники совершали намаз, погребальный намаз за Пророка Али-Саратул Салам по одному, не совершили все вместе.